А вот у научного познания есть отдельные два уровня. Свои, которых никогда не было. Они называются теоретический и эмпирический. Блядь! Так, познание на ЕГЭ по обществознанию. Обществознание. Ой, блядь, ну. Слушайте, давайте я сейчас заранее выскажусь. Дело в том, что обществознание это не социология, это не философия, это не юриспруденция. Но при этом это дисциплина, которая понахватала себе всего понемногу. Как вы понимаете, учебники по обществознанию, видимо, я не знаю, пишут люди, которые не разбираются ни в чем из-за этого, в общем-то, да, в конечном итоге. Но элементы разных вот этих штук там есть. И поэтому кринжа там почти всегда было много. Когда я проходил обществознание в школе и потом вспоминал, что там было, это был просто тотальный кринж. Ладно, поехали. Познание. Вот. Теперь возвращаемся к объективному отражению окружающей действительности. То есть, ваша задача, даже не то, что задача, задача нашего мозга, наверное, наших органов чувств, в процессе познания... А если заняться с ней сексом, это срок будет? Ладно, прошу прощения. Ладно, тихо. Абекватно отражать окружающую действительность. Что это значит? Вот у меня пошел зрение, да, бежит, бежит, бежит и ловит какую-то информацию. Я возьму морковку. Поймала информацию. Оранжевый цвет. Наверное, круглая форма. Предположение о том, что желтая. И отразилась, и обратно... Стоп. У буддистов реально была такая теория, на самом деле. Я сейчас просто замечу, но... Я попытаюсь как-то это скрасить, эту хуйню. Вот что информация вот так вот бежит. У буддистов реально такая тема была. Не у всех буддистов, у некоторых буддистов была такая теория, согласно которой у вас, в общем-то, определенные лучи из глаза, в общем-то, ударяются в предметы и возвращаются назад. И таким образом вы получаете информацию. Ну, зрительную информацию, безусловно. Такая своеобразная как будто бы эхолокация, но вот связанная с глазами, прежде всего. Ну, буддисты это взяли, видимо, из того, что они не особо изучали сам механизм работы глаза, это раз. А во-вторых, из очень важного, они, ну, занимались прежде всего разработкой всяких теорий феноменологического опыта. Для них это было первично, на самом деле. И многочисленные медитации, разбор феноменов и так далее, и так далее, это все как бы за буддистами было. И поэтому у них были похожие теории, на самом деле, что, а что бы и нет, как будто бы, да. Вот. А то, что она это говорит, интересно. Познание как ЕГЭ, да, круто. У меня в голове появилась информация, что это именно оранжевый, что это именно круглая, что, скорее всего, жесткая. Поняли? Еще раз. То есть процесс идет... Можно не надо, еще раз. Вот так вот. Мой мозг, мой мозг и органы чувств, мозг плюс органы чувств, вместе смотрят на окружающий мир. Как только мозг отправил сигнал какому-то предмету из окружающего мира, да, например, глаз мой увидел что-то, это... Слушайте, блядь, я надеюсь, что это хотя бы не написано в учебнике по обществознанию. Я могу, знаете, немножко, немножко зайти с того, что такая хуйня может быть в учебнике по обществознанию. Неожиданно. Неожиданно. Просто вы можете удивиться, вы можете, да, поразиться, но ничего не мешает... Кресло не скрипит. Ничего не мешает этому материалу быть в учебнике по обществознанию. Я вам, короче, клянусь, ребят, серьезно. Обратно поступило в мозг, и нужно, чтобы мозг это проанализировал и сделал вывод. Нужно, чтобы вывод был вот такой, а не вот такой. Вот смотрите, вот это объективное отражение. Стоп. То есть предмет существует в реальности в том самом виде, в каком мы его воспринимаем. То есть зеленый реально зеленый, дерево там реально, ну вот кора, она реально вот такая, какая она есть, там и так далее, так далее, так далее. И глаз, и, не знаю, орган чувств направляет в него луч, луч силы, луч силы возвращается. Мы получаем о нем информацию, и мы получаем тот же самый объект, что и был, собственно, в реальности. А вы, девушка, учили биологию? Первый вопрос, да? Биологию вы сдавали, потому что, ну, если мы посмотрим, ну, в общем-то, предмет, предмет существующий, так скажем, биологически, состоит из более мелких, соответственно, деталей. Эти детали еще из более мелких деталей, и так очень-очень-очень глубоко. Первое. Второе. Цвета не объективны. То есть, ну, да, нам поступают лучи, мы определенным образом их декодируем, и у нас получаются определенные представления о свете. То есть цветов в реальности на самом деле нет, есть просто отражение лучей в данном случае, если мы за науку берем. Шат, что думаешь про самый великий слив на Твиче? Какой? Кто? Что слили? Вот. Когда глаз увидел какую-то информацию? Просто проблема заключается в том, что в данном случае объективность, даже вот научная объективность, она не подразумевает, что вы прям тот же самый объект воспроизводите. Мозг принял информацию, и мозг понял, что информация именно вот такая. То есть, когда та информация, которую... Наивный реалист в чате? Ставьте плюс, наивный реалист, и респект вам. Получаем из окружающего мира. Вот, кстати, помните, я говорил, что маргинал не наивный реалист? Вот она наивный реалист. Вот, чтобы вы понимали. Вот это наивный реализм. В прямом смысле. Ну, про глаз, конечно, лишнее, но приблизительно так. Вот это дерево зеленое. Вот оно. И вот мы в восприятии получаем такое же самое зеленое дерево. Вот это значит, что объективное познание произошло. Суть. Вот как бы объективный реализм в картинках. Не объективный реализм, наивный реализм в картинках. Вот он, вот так вот вам выглядит. Наивный реализм. Когда маргинал говорит наивный реализм, он неправильно использует это слово просто. Ну вот. Пок-пок. Объективно. Вот эта штука называется объективной. То есть такая, такая. Ну, объективно, это, конечно, соответствие объекту в любом случае, да, некоторое. Некоторое соответствие объекту, но не обязательно, что полное соответствие объекту. Ну, по крайней мере, потому что у нас есть объект. Человек. Человек, да? Объект делится на предметы познания. Их много. Человек. Вот я человек, у меня есть органы. Анатомия изучает не объект полностью, ну, не может его полностью, да, изучить, потому что это просто сложно. Есть наука, которая изучает какую-то предметную отдельную область. И вот внутри этой предметной области, ну, она пытается соответствовать некоторым феноменам, восприятиям, да, каким-то понятиям, каким-то закономерностям, каким-то, в общем-то, взаимосвязям. Да, это все равно отчасти субъективно, здесь есть элементы, в общем-то, интерпретации и много чего еще. Но чисто технически, чисто технически, под объективностью именно понимается, что мы соответствуем какой-то из разных, в общем-то, сторон... Ну, в общем-то, реальности, хотя бы наблюдаемой реальности, да, то есть есть объект, мы его наблюдаем, что делать. Какая она есть? Она есть. Понятно? Все, отлично. Теперь веду назад. Да, если мы воспринимаем, если мы думаем, что мы воспринимаем вещь такая, какая она есть, мы наивные реалисты, все. Кстати, наивный реализм крайне не распространен среди философов. Вот это не объективно. Вот это, да, посмотрите, как это работает. Мозг отправил, вернее, зрение увидело, мозг начал анализировать. Смотрите, зрение, анализ, результат, результат, да. То есть, по факту вот это знание, вот это по факту знание, а вот это по факту процесс познания. С подменой номера, ну, я выключил, так что нахер. Процесс познания. Получается, что в ходе процесса познания появилось знание, которое не соответствует окружающей действительности. Поэтому такое знание мы будем называть субъективным. Субъективное. То есть, субъективность, это значит, что зависит от того, как я воспринимаю. Ну да, в этом смысле, да, субъективность, это зависит от того, как я воспринимаю. Гениально, блядь, просто. Тогда субъективным знанием является и твое объективное знание, которое ты тоже воспринял. Ну ладно, блядь. Я, кстати, тоже сторонник того, что, ну, вообще-то, ну, как того, что знание довольно смешанный характер носит, субъективный, в кавычках объективный, объективный в том плане, что оно должно соответствовать феноменам, феноменам, вот, соответствовать феноменам можно как-то какой-то объективностью это назвать, но тут, знаете, тоже такое, потому что к этому всегда субъективщина тотальная примешивается. Например, те изображения, которые будут получать дальтоники, будут субъективны в силу их восприятия мира. А, а те, которые будешь получать ты, будут объективны, да? Почему? У тебя абсолютное зрение, ты можешь видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, или как это у тебя работает по твоему представлению. Ты понимаешь же, что, ну, вот, если мы берем, опять же, науку, если мы любим науку и верим в науку, то у нас есть основания полагать, что разные виды животных воспринимают по-разному, разные живые существа по-разному воспринимают, даже люди по-разному воспринимают. Кто-то лучше, кто-то хуже видит. У кого-то еще какие-то вещи. Ну, она какую-то хуйню просто несет, на самом деле, да, есть тут такое. Ну, и у дальтоников тоже есть определенная степень, в кавычках, объективности, ну, то есть, вот, перед ними есть феномен дерева, и, наверное, они сквозь дерево пройти не смогут. Ну, ну, вот, просто не получится пройти сквозь дерево, да? Ну, и вот. Однако, большая часть людей в целом воспринимает дерево как зеленое, как объективно существующую штуку, поэтому в целом... Стоп, а дальтоники не воспринимают дерево как... Ну, сейчас, что значит, как объективно существующую штуку, тоже интересный вопрос. Ну, да ладно, поехали. В целом, мы будем считать, что дерево вот такое. Понятная логика? Еще раз. Процесс... Можно не надо по три раза повторять? Процесса познания. В ходе процесса познания на мои органы чувств... Давайте перечислим органы чувств. Обоняние, которое у меня сейчас вообще никакое. Сука, умскул. Умскул, ребят. Общество знания, ЕГЭ, умскул. Школа, блядь, ума. 91. Блядь, просто пиздец. Сейчас я даже посмотрю комментарии. Вау, я в десятом классе решил начать подготовку с вебинаров. Никогда не знала, что они себя представляют. И была приятно удивлена. Настя объясняет все досконально. Очень... Ха-ха-ха-ха-ха. Настя одна из лучших в умскул. Ха-ха-ха. Остальные еще хуже. Ха-ха-ха-ха. Вы что, ебнули что ли? Господи. ЕГЭ, онлайн, Олеся, блок. Во-первых, анализ, общенаучный метод. То есть, ну, не только общенаучный, общефилософский и синтез тоже. Ну, да, окей. Ну, анализ крови, как частный случай анализа, действительно есть. Пиздец. Пиздец. Пиздец просто, девчонка. Какая же офигенная презентация. Можно сказать, что познание – это процесс полусочтения человеком, обоснованных знаний о мире. А можно и не сказать, на самом деле. У меня прорыв по баллам. Спасибо. Легкий способ запомнить индукцию и дедукцию. Дедукция – дед, дед старый. Значит, от общего старого... Блядь, все, Карина, иди нахуй. Просто позор, блядь. Запоминать индукцию и дедукцию по дедам каким-то. О, кто-то шарит. Лайк. Слушайте, ну, это полный пиздец, конечно. То, что она несет. Подготовка к ЕГЭ. Лучше бы молчала, как говорится. Если это есть в учебниках, это ебаный стыд тоже. Это еще более ебаный стыд. Я не знаю, на кого винить, потому что это проблема. То, что сейчас проговаривается, это пиздец полный. Это шиза ебаная. Обоняние. Осязание, когда я что-то трогаю. Зрение. Слух. И что еще? Вкус. Вкус. Есть пять органов чувств. Ну, если мы будем перечислять доскональнее, то их больше, на самом деле. Опять же, да, пять органов чувств. Традиционно в культуре так нам предложено было. Ну, потому что это самые поверхностные и понятные. Там, вестибулярный аппарат не перечислила. Ощущение холода, там, не знаю, тепла она не перечислила. Там, с внутренними органами тоже есть определенные штуки, которые тоже мы ощущаем. Это тоже она не перечислила. Там еще несколько, в общем, органов чувств дополнительных есть. Так что, такой себе. На эти органы чувств влияют, вам в психологии будут рассказывать, если пойдете на психолога, либо на педагога. Вам будут говорить, влияют внешние раздражители. Да, например, дуновение ветра, и у вас волоски заколыхались, и, господи, кожа почувствовала холодок. Это осязание. Ну, вообще-то, осязание и ощущение температуры, это несколько разные штуки. И осязание почувствовало раздражение от внешнего мира. То есть, вы почувствовали что-то. Ну да, ладно. Мозг обработал и сказал, вот результат. Я считаю... Это знаете как? Вот, смотрите, я пробую. Органы вкуса дали импульс мозгу, и мозг такой, я считаю, что это морковь. А если бы я вам доказывала, что это... Нет, мозгу похуй. Ну, кисло, не кисло, короче, все. Если ты не думаешь о том, что это морковь, ему похуй просто. Виктория, клубника, вы бы такие, не-не-не, ты немножечко ку-ку. Вот, если бы я считаю... Шадов, большая очередь? Нет, только вот это вот видео пока что, до 50 минут. Считала, что это клубника. Хотя нет, даже не до 50. Ну, окей. Не объективно, это нельзя было бы назвать познанием. Но если я делаю вывод такой, какой и есть этот предмет, то это познание и результат знания. Понятно? Вот, отлично, отлично. Погнали. Давай сейчас дальше еще чуть-чуть дойдет, потому что я буду разжевывать вам, вот все, разжевывать морковь и все вот эти штуки. Отлично. Дальше. Настя Малова. Ну, Настя Малова. Настя Малова. Преподаю 5 лет. Выпустила более 5000 учеников. Я, кстати, начинаю понимать, откуда дегенераты появляются. А сколько будет стоить тест на 256 поэтов по сравнению с рандомным... По сравнению рандомных стихов тех поэтов, которые в бойне? От времени зависит, сколько мы будем это проходить. То есть, если мы будем проходить это час, ну, как бы... Небольшой бонус я могу дать, как бы, не обязательно ровно час, может, там, час 20, да, например. То это может, ну, 600 рублей занять. Если будем проходить, там, не знаю, целых 3 часа, ну, 600 на 3 надо умножить. Если полчаса успеется, ну, тогда 300 рублей. Если успеется за 10 минут, ну, можно 100 рублей. Как-то так это работает. Подготовила 42 стабальника за ЕГЭ 2021 год. И 75 за все время работы. 1975. А это что, это ее возраст, что ли? 90 плюс бальников. Есть за 15 секунд, но можно рубль заплатить. Есть частая формулировка. Знание – это продукт познания. Тут мне особо нечего сказать, просто это формулировка в первой части ЕГЭ по обществу знанию. Она верная, она встречается часто, вы ее запомните. То есть, знание и какая-то информация об окружающем мире – это результат, продукт, процесс опознания. Все, отлично, отлично. Дальше. Охуенно просто. Дальше. Не, серьезно, у меня сейчас просто возникает вопрос. Это она тупая или это учебник тупой? Просто это действительно важнейший вопрос, который я только могу задать. Колоссальнейший вопрос. Просто если в учебнике по обществу знанию эта хуйня написана, а она может быть там написана, это просто, блядь, пиздец, нахуй. Это просто разъеб. Вы же должны понимать, насколько тупые люди на философские факультеты тогда попадают с ЕГЭ по обществу знания. Это же кринж. Это же ебаный кринж, ребят. Не, просто вполне возможно, что тупой учебник. Я не исключаю. Вот это познание вы уже знаете, но оно проходит двумя уровнями. Я, если честно, вот в диком всегда в восторге от этой темы. Это познание проходит двумя уровнями. Какими? Рассказываю. У нас всегда задействован чувственный и рациональный орган. И я вам это уже... Какой нахуй орган? Что? Сказала. Вот это пять органов чувств. Хотя кто-то на самом деле выделяет больше. Ну ладно. В смысле, блядь, кто-то нахуй? Злол, бляди. Физиологи больше выделяют, потому что их больше, блядь. Лол. Кто-то выделяет больше. Кто-то, блядь, больше выделяет. Нам не нужно. Пять органов чувств плюс у нас ж мозг. Мозг. Как это работает? Как это работает? Вот смотрите, чувственный уровень, рациональный. Нужно запомнить, что они не... Нет, слушайте, осьминог, конечно, зол просто. Зол от той хуйни, которую он видит. Осьминог охуел. Осьминог вообще не понимает, что происходит, ему нехорошо. Разрывно связаны. Но, как правило, не всегда. Но, как правило, чувственный идёт первым. Как это работает? Вкус. Какие-то рецепторы на языке... Да, это морковь. Какие-то рецепторы на языке поймали какой-то вкус. Нервный рецептор по нервной системе дал импульс в мозг. Мозг такой, так-так-так-так-так-так, где это мы видели? Листает так свою картотеку всех фруктов и овощей. Мы видели вот это. Ну, вот это ещё более-менее похоже на детский пересказ того, как вкус работает. Приветствую, Адмари, приветствую, рад видеть. Мой день хороший. Давно не было, действительно. А вот осьминожек. Но осьминожек зол, потому что тётенька, девушка фигню какую-то несёт. Мы злые сегодня с осьминогом. Мы прям вообще недовольны. В пять лет она первый раз попробовала морковку в огороде Бабы Веры. Ну-ка. Так, ребята, это морковка. Приятно познакомиться. То есть, когда мои органы чувств раздражены, идёт... Тут ещё как бы проблема заключается в том, что у человека... Даже у этого человека у неё феноменология не работает. То есть она не анализирует, как работает её мышление изнутри. Рефлексия не работает, в принципе. Ну, мозг, да, у неё отдельная сущность, а человека есть такое. Учат в школе, учат в школе же. Чего хотели? Идёт восприятие чувственным уровнем. Дальше это обрабатывается у меня в голове. И я выдаю вам информацию. Так. Теперь давайте подробнее. Исходя вот из этого, исходя вот из этого, чувственный и рациональный уровень имеют следующие характеристики. Чувственный уровень задействует внешние признаки и черты. То есть чувственный уровень, как правило, позволяет вам понимать что-то на расстоянии. Например, скажите мне, что вы думаете про эту расческу. Ну, что вы видите? Внешние признаки и черты. При помощи органов чувств зрения вы можете сказать, что она фиолетовая, что у неё много зубчиков, и что, скорее всего, у меня нет денежных средств, чтобы купить нормальную расческу. А я просто очень люблю такие. У меня отец такими пользовался всегда. Вот. Замечательно. Дальше. Белл пишет, ну быть тупым тоже плюс, и есть всё, кажется, простым. Это не то, чтобы плюс. Ну, может быть, да. Может быть, не паришься. В данном уровне вы начинаете воспроизводить всё, что вы знаете про эту расческу. Почему сложно это понять? Потому что это вот так происходит. Вот в этот момент, как только я вот так вот показала вам расческу, вы сразу поняли, что это такое. И это удивительно. Это дико круто, потому... Пиздец, просто ебать. Нихуя себе. Удивительно. Потому что у вас только появилась она, и ваш мозг перебрал всю базу данных, которые он собрал за 16-17 лет, и нашёл, где вы видите... Я не вполне уверен, что он перебирает всю базу данных, которые я собрал за 16-17 лет. Ну да, ладно. ...расчески, как они выглядели, что они делали. Кстати, она может быть даже уверена в том, что расчески тоже объективно существуют. Ну, у меня есть подозрение, что она думает, что вот расческа, это как бы расческа. У неё в реальном мире там есть просто ещё подпись такая невидимая, расческа. И мы с восприятием ещё и подпись, наверное, эту выцепляем. То есть расческа, это обязательно расческа, а вот жопу ей почесать уже нельзя, например. Ну, вы понимаете. Или вот у меня есть... У меня есть термометр. У меня есть термометр, да, вот, соответственно. Но я могу им, ну, по голове кого-нибудь ударить, например. Может же быть такая функция. Ну, гвозди забивать им не очень удобно, хотя, наверное, небольшие можно. Я не знаю, можно там чесать себе ухо. Знаешь, знаете, предметы онтологические, они как бы к своим функциям не до конца привязаны и могут использоваться как угодно. Да, функционально мы их используем только ввиду определённых умений, навыков и убеждений. То есть это не то, что мы получаем в восприятии. Я понимаю, что это довольно детская штука, и объяснять её, наверное, довольно странно взрослым людям, да, что, ну, например, вы гвоздём можете не просто забивать что-то в дерево, а ещё, например, в носу ковыряться. Это, конечно, не очень приятно. Да, Егор, есть такое. Теперь, думая, вы можете мне сказать, ребят, а что делают этой расчёской? Скажите, что делают этой расчёской? Этой расчёской можно чесаться, вот, расчёсываться. То есть вы могли это сказать просто вот в виде её? Да нет особо. Вы заглянули в мозг, просто это произошло за несколько секунд. Прошла одна секунда, и вы сразу поняли, что ей делают. С другой стороны, с другой стороны, если вы вдруг пользуетесь этой расчёской, не как расчёской, а вас всю жизнь учили, что ей надо спинку почёсывать, тогда вы бы мне сказали, ей чешут спину. И это тоже было бы нормально. А, это тоже было бы нормально. Подготовка к ЕГЭ в коррекционной школе, Пештилина. Основная проблема, что, возможно, не в коррекционной. Понимаете, в чём дело? Блин, это, кстати, довольно стрёмно и страшно, что вот у нас, с одной стороны, есть биология, как предмет, а с другой стороны, вот эта хуйня есть. Это просто реально страшно. Потому что ваш мозг нашёл какую-то базу данных и проанализировал, чё, как, зачем, почему. Понятно? А когда мы видим незнакомый предмет, это что? Это очень круто! Я обычно делаю это на уроке мастер-группы, но раз уж вы спросили, мы сделаем это сейчас. Готовы к эксперименту? Нет. Я сейчас покажу предмет, который большая часть ребят считает незнакомым для себя. Может, не надо вибратор свой показывать? Оставь, 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 оставь устроить. Кому-то будет знаком, кому-то нет. Ну вот большая часть незнакома. Смотрите. Что это такое? Что это такое? Белый прямоугольничек выглядит вот так вот. Скажите мне, что это такое? Подумайте. Те, кто знает, пожалуйста, не отвечайте. Те, кто видит первый раз, подумайте. Блокнот, книженька и так далее. Вам недостаточно чувственного уровня познаний пока, потому что вы не можете потрогать. Давайте я побуду вашими органами чувств. Смотрите. Она холодная. Она вот здесь вот есть. Если кто-то увидит, наверное, не увидит. Вот здесь есть яблочко. Она делает тырык-тырык-тырык-тырык. На нее можно нажимать. И если я пальцем по ней вожу, то у меня по экрану бегает вот она, стрелочка. Теперь вы можете сказать, что это такое? Проститутка. Прошу прощения. Что? Еще раз. Она жесткая. Там нарисовано яблочко Apple. И если я вот так вот дрыгаю ей, то тут вот рисуется что-то. Это тачпад. Совершенно верно. Это графический планшет. Тачпад. Это вместо мышки. То есть, если бы вас посадили... Тачпад вместо мышки использовать. Я начинаю понимать, в чем проблема, от счастья. Окей. Немножечко подумать, вы бы начали перебирать. Откуда у вас знание, что это графический планшет? А потому что я вам до этого показала вот эту штуку. Да, вот эту штуку показала. И на этой штуке не посадила. Блядь, отключай телефон. Ты всего час ведешь стрим. Средственно. Показала, что она рисует. Правильно? Да. Поэтому работает ровно так же. И вы начали перебирать. Так, она только что показывала, что если рисует, это называется... Не, девчонка, конечно, милая, но... Я, кстати, не знаю, тупая она или не тупая. Опять же, все от учебника зависит. Если в учебнике эта херня написана, я бы тоже эту хуйню рассказывал вам. Понимаете, в чем дело? Вот, смотрите. В ЕГЭ, в русском, ебаном ЕГЭ, допустим, чтобы сдать ЕГЭ по обществознанию, надо вот эту хуйню ответить, допустим. Стопальники. Стопальники по ЕГЭ, ребят. Как выглядят стопальники по ЕГЭ? Вот так вот. Графический планшет. Тут она тоже говорит, что это рисует. Значит, это графический планшет под графический планшет. Понятно? Короче... Что, блядь? Графический планшет под графический планшет? Да ладно. Мы злые. На ней можно рисовать. Это как мышка. Вот. Если вы не видели, то, скорее всего, не сможете ответить, но вы поможете попробовать и получить какой-то результат. Например, когда обезьянки дают какой-то непонятный предмет, она пытается его изучить и как-то применить. Посмотрите, как работают животные. Принесите домой какой-то... Давай. Мы смотрим. У нас сегодня занятие, да, по просмотру, как работают животные. Незнакомому предмету дайте вашей кошке либо собаке. Посмотрите, что она с ним сделает. Вот это то же самое. Вот так вот. Погнали дальше. Погнали дальше. Вот у этих уровней познания, которые идут один за другим и тесно переплетены. На самом деле, они вот очень близко связаны. Есть подуровни, есть ступени. Эти ступени называются вот этим вот образом. Ощущение, восприятие, представление. Окей. Запомните слово ступени встречается часто. Ступени. Ощущение, восприятие, представление, понятие, осуждение, заключение. Вы учите, как скороговорку, что куда. Прямо вызубрите, что вот эти три слова относятся к чувственному, вот эти три слова относятся к рациональному. Понятно? Кто вызубрит плюсики в чат. Это не так сложно. Это еще куда не шло, на самом деле. Это еще терпимо. Ну-ка, верните мне. Вот, вот что происходит с обезьянками, когда им дают новый предмет, ребят. Смотрите на ее глаза. Что происходит с обезьянками, когда дают новый предмет? Вот, смотрите, вот так вот. Ну-ка, верните мне. Это не так сложно. Так, теперь погнали дальше. Теперь объясняю. Ладно, простите. Объясняю. Многострадальная морковь. Смотрите. Как только я первый раз... Хватит жрать морковь. Касаюсь каким-то органам чувств. Давайте будем. Вот, касаюсь щеки, да. Как только я первый раз касаюсь, я что-то чувствую. То есть мой рецептор на щеке... У нас же много разных рецепторов. Рецептор это что-то, что воспринимает органы чувств, да. Что-то касаюсь, да. И как только я поняла... Прикосновение это ощущение. Как только я поняла, что она холодная, это восприятие. Как это работает? Дотронулась. Импульс пошел до нервной системы. Нервная система... Привет, Вячеслав. Рад видеть. ...главным мозгом. Обработали этот сигнал. И дали результат, что это холодное. Теперь я могу закрыть глаза... Допустим. ...и представить... Ну, что такое холод, могу представить. Понятна логика? С холодом не совсем хорошо работает. Я не могу представить, что такое холод. Я много чего могу представить, но что такое холод, представить себе с трудом могу на самом деле. Интересно. Ну, ладно. Так абсолютно совсем. Вы можете попробовать. Вот я на самом деле с представлением, возможно, у меня недостаточно развитого... Так это просто познает общество знания по ЕГЭ, ребят. Умскул. Умскул. Поняли? Умскул. Запомнили. 91,6 тысяч подписчиков, ребят. 91 тысяча подписчиков, понимаете? 91 тысяча подписчиков. Органы чувств. Но я объективно не особо могу почувствовать, что такое сладкое, что такое соленое. Никита пишет, а холодная сущность вещей или субъекта, она считает, что вещи. Ну, она наивная реалистка, но и в учебнике очень наивно реалистически написано. Кстати, да, я бы заметил, что трактовка разных свойств, типа, она холодная, но, ну, субъективно прежде всего. Ну, вот, опа, я почувствовал, мне холодно, например. При том, что я могу взять, хопа, и почувствовать, что мне на самом деле не холодно будет в данный момент. Так что здесь все довольно тоже неоднозначно. Ну, если у меня на языке нет сладкого и соленого. Но вы же имеете представление о том, что такое сладкое. Если вам дать попробовать сладкое, вы поймете, что это сладкое, а не соленое? Да. Вот это как раз-таки представление. Ну, я вам заранее сказал, что общество знания – это предмет, который смешивает в себе, там, псевдофилософию, псевдоюриспруденцию и псевдо-социологию. Ну, то есть, эту книгу пишут люди, которые не знают ничего об этом, по большей части. Вот что про это сказать, честно говоря, я вот даже и подумать не мог, что там пропознание теперь есть. И это очень плохо, на самом деле. Это настолько плохо, насколько только может быть. Вот вы пишете, хуйня из разных наук намешали – это и есть общество знания, как предмет. И, скорее всего, его пишет человек, который вообще нихуя не знает. Просто, блядь, овощ ебаный, который даже Википедию, наверное, не открывал. То есть, понимаете, если бы этот ебаный овощ открыл Википедию, который вот эту штуку написал, он бы там такого не увидел. А современный сайентизм – это не главное сборище наивного реализма? Нет. То есть, вы понимаете, в чем дело? Биология, она не сводится к наивному реализму. В этом проблема. То есть, в принципе, биологически, физиологически нам всем понятно, определенно понятно, что у нас есть различия между восприятием и воспринимаемым. Мы не воспринимаем предметы такими, какие они есть на самом деле. Бровя, а что не нравится вам? Бровь, дура. Бровь, бровь, не бровь, а глаз. Так же говорят, да? Не знаю, кстати, что это значит. Ну ладно. Это признак... Блядь, она школьница, что ли? Что, блядь? Инстаграм Насти. Давайте посмотрим. Сколько, блядь, ей лет вообще? Президент общества... Ха-ха-ха-ха! Блядь, президент обществознания, ребят, блин, ебать, ну зато смотрите, какие фоточки, смотрите, какие фоточки, ребят, вот зато, вот зато вам Настя, вот она, смотрите, что она, на прошлой неделе закончила институт, ааа, она институт закончила в 2021 году, смотрите, какая молодец, какая красится, красотка, смотрите, какая, какая классная, какая крутая девочка, институт закончила, какие, блядь, гигантские мужики вокруг, просто, просто, вот, а вот она, Настенька, вот она, кто за нее голосовал, я не знаю, президент обществознания, итоги 2021, блядь, кринж. Какое-то, то есть, как только вы дополняете, например, морковь, я не буду приглашать ее на стрим, она, ну, слишком, ну, смотрите, я не люблю приглашать людей на стрим, когда нет общей темы для разговора, и когда, ну, основная цель для того, чтобы их пригласить, ты просто глумиться над ними, то есть, я приглашаю людей на стримы, если они, например, не суперинтересные для меня персонажи, только в том случае, если хоть что-то в них представляет у меня там интересными, им можно интересно что-то поговорить, да, не обязательно про философские темы, а что-то вот такое, а это, ну, прям совсем пока что. Морковь растет. Окей. Как только разделяете какой-то сущностью, глагол добавляете, прилагательное, что угодно. И умозаключение, например, чтобы дать умозаключение, мне нужно несколько суждений, несколько суждений, несколько суждений. Например, например, морковь, морковь, тире, овощ. Сейчас будет логическая ошибка почти, наверное, не понимаете. Арбуз-ягода. Это суждение. Умозаключение. Это когда делается какой-то вывод на основе прошлых суждений. Да, давай. Сделай из этих суждений вывод. Морковь, овощ, арбуз, ягода. Давай, поехали. Например, я говорю, морковь, не арбуз, так как они относятся к разным отрядам, или что это, родам растений. Поняли логику? Ещё раз. Ощущение. Это когда мои рецепторы осознали что-то. Ну просто, вот мой рецептор был потревожен. Ну, типа, допустим. Вот как-то так, окей. Восприятие. Когда мой мозг обработал, как был потревожен рецептор, и я получила какую-то информацию. Отряды и полки огурцов. Представление. Пишет, что морковь не арбуз, потому что морковь не арбуз. Да, гениально. Вы, Вячеслав, гений. Не, на самом деле, то, что она сказала, если раскрыть посылку ещё скрытую, пойдёт, в общем. Это когда я могу вот это вот восприятие представить. То есть, узнать через много лет, что такое сладкое, что такое солёное, что такое кислое и так далее. Это представление. Рациональное, понятие любое слово. Ещё разочек давайте. То есть, узнать через много лет, что такое сладкое. Вот это вот восприятие. Представление. Это когда я могу вот это вот восприятие представить. То есть, узнать через много лет, что такое сладкое, что такое солёное. Чё, блядь, ты, это уже интуиция какая-то, это уже предсказание. Чё-то с представлением это работает немножко не так. Что такое кислое и так далее. Ты никогда не пробовала кислого, и с помощью этого ты будешь представлять. Саурон, не одобряем то, что Россов сказал. Никакого геноцида нигде устраивать не надо. Представление. Рациональное, понятие любое слово. Суждение, признак плюс любое слово. То есть, это данные на основе понятия. И умозаключение. Ну, суждение, это, по сути, высказывание. То есть, это какое-то некое утверждение. Некое утверждение, я не знаю. Ты дура. Например, есть ты, есть дура, короче. Все дуры проститутки. Ты проститутка. Вот тебе умозаключение. Вот, вот как-то так. Суждение, это когда на основе нескольких суждений мы получаем новые выводы. Ну, вот понятие, дура, дура, дура. Глупый человек, короче, глупый человек. Проститутка. Человек, который предлагает свои услуги сексуального характера за деньги. Соответственно, вот вам понятие, вот вам суждение, вот вам умозаключение, дети. Уроки общества знания с шатом. Да. Все. Отлично. Отлично. Дальше. Виды познания. Слушайте, если это реально ЕГЭ по обществу знанию, это просто деградация. В гуманитарные вузы поступают люди с абсолютно кринжовой хуйней в голове. Просто с абсолютно дебильными какими-то взглядами. Причем проблема заключается в том, что они сами нифига в этом не виноваты. Реально просто общество знаний это кринж, это дебилизм, это идиотия, это какой-то, в общем-то, это что-то вообще за пределами нашей реальности. Да я шучу, Адмаре, никто не шлюха. Это просто пример был. Вот здесь вот очень важно, потому что с этого мы сейчас быстренько перепрыгнем на опасный момент ЕГЭ по обществу знанию. Все пока соображают. Блядь, если это реально правда, если это реально ЕГЭ по обществу знанию, если это реально надо так отвечать. Так все нормально, потому что у меня... Лучше бы просто раздела про познание не было бы. Вообще не было. Понимаете, просто лучше бы он просто отсутствовал. Дети лучше бы в университете узнавали, что это такое. Обычно, ребята, я стараюсь на бесплатных вебинарах говорить как можно больше, давать как можно больше, потому что мы с вами очень редко встречаемся, и на бесплатках невозможно пройти весь материал. Поэтому меня прям прорывает. Опаздываю. Многие, когда опаздывают, немножечко не понимают, что происходит. Потом на ЕГЭ будем вспоминать. В мастер-группе в любом случае все повторим, не переживайте. Ваша сегодняшняя задача посмотреть, как я объясняю. И если вы сегодня поймете, что вам очень нравится, как я объясняю, то вы можете продолжить со мной подготовку. Вот это основная цель. О, виды познания. Блядь! Как вот это, то, что ты до этого рассказывала, соодносится с религиозным познанием. Плюс узнать какую-то тему ЕГЭ по обществу знаний. Все, дальше. Значит, виды познания. Еще раз, познание это процесс. Я вам сразу все выведу. Познание это процесс, который позволяет нам узнавать окружающий мир. Поскольку мы познаем 24 на 7, мы постоянно что-то познаем и постоянно что-то новое получаем об окружающем мире. Из-за этого мы должны себе сразу понять, что мы можем познавать из разных убеждений. Например, религиозное познание. Это когда бьет молния в землю, и моя бабушка говорит, это бог прогневался. Да, блядь, это именно так и работает. Охуенно. Охуеть просто. Моя бабушка какую-то хуйню рандомную говорит, и я называю это религиозным познанием, блядь. Ладно, охуенно просто. То есть она изучает окружающий мир через веру в Бога. Она объясняет себе явления и делает какие-то... Да, именно для этого религия нужна. Чтобы изучать окружающий мир через веру в Бога. Вот прям вот оно. Прям вот ради этого и создавалось, безусловно. в голове через веру в бога например ты заболел это потому что ты себя плохо вел и грешил поняли нет блять не поняли хуйня какая-то это религиозное познание то есть когда нет это познание блять твоей бабушки с деменцией нахуй подруга у короче причем понимаете в чем дело нормальный как бы попу если мы просто берем отдельно хотя бы христианство как одну из религий вот поп нормальный поп он не будет вам эту всю хуйню говорить ты заболел потому что бог тебя проклял короче что плохо себя вел ты так вот нахуй отправишься нахуя тебя еще здесь мучить дополнительно вообще все болезни там смерть еще какая-то хуйня не в мир пришли с грех падением соответственно да по христианству и бла 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 бубу буда короче богу ему похуй как бы он не будет тут гневаться вам молниями хуярить в разные стороны ни с того ни сего и не будет вас еще наказывать болезнями просто так скорее всего может быть это все произошло но спонтанно то есть далеко не каждый далеко не каждый собственно христианин будет объяснять все это одинаково я только христиан коснулся только христиан мы если другие религии будем разбирать мы вообще сдохнем в общем то от того количества в общем то материала которые там есть печь пирожки она не читала про это книжки и не говорил про это бог и этому научили родственники когда эти корову как убираться дома как воспитывать детей вот это обыденно житейское познание то есть знание просто из окружающего мира из повседневной жизни научное познание научное познание это познание основанные на науке гениально когда вам что-то обязательно доказали запомните и когда вам что-то обязательно так как доказали доказали прям ну докажи мне я не знаю теорию вероятности докажите революции например прям докажи докажи что прям вот вообще никаких вариантов не было что еще там докажи докажи большой взрыв короче что он был я вот не могу этого доказать докажи 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 теорию относительности ну вот прям что вообще никаких вариантов не было очень понадобится дальше например диффузия диффузия это процесс проникновения молекул одного вещества между молекулами другого вещества или атомами другого вещества не помню что это значит это когда вы смешаете воду и масло растительное и они между собой будут постепенно смешиваться понятно вот это научное познание то есть все доказано это научное познание диффузии этого поняли перепроверено делают специальные ученые философское познание философское познание это все пацанские паблики и цитательники это умозаключения как торы ну нельзя объяснить никак например древнегреческий еще блять чтобы нахуй блять несет эта проститутка были нахуенное объяснение мое почтение ребят это все пацанские паблики ребят запомнили вот она философское блять познание то то познание которое нельзя блять объяснить никак вот бабулька сказала что молния это бог а философское она не не такой философы говорили что настоящим мужчиной является тот у кого три жены и в два раза больше мешков зерна из-за чего почему как я не знаю как с кромара с интеллектом вроде нормально но я бы заметил что научное познание является разновидностью философского познания это раз во вторых философское познание может строиться на разных методов методах от диалектики до я не знаю логики например доказательства ну и соответственно чисто рационалистические учения они в основном философские то есть чистая рационализма не очень много в религиях хотя и там рационализму есть место и в виде там не знаю теологов разных и многих других замечательных людей ну и в науке чистых рационалистов почти нет то есть наука например не очень любит страдать тотальными доказательствами чтобы все все высказывания были логически связаны друг с другом то есть науке вообще свойственны довольно большие скачки бывает логические да и многие скрытые предпосылки и так далее так далее так далее философия наоборот чаще всего занимается тем что пытается вскрыть базовые предпосылки узнать насколько они работают или не работают сомнительные или несомнительные доказано не доказано очевидно не и так далее так далее так далее ну и тоже самое философия например делать когда разбирает науку рассматривает а являются ли объективными там я не знаю очевидными и важными те предпосылки которые лежат в основании науки например да вот такими будет исследование философии науки потому что но этого это важный вопрос на самом деле а цитату рандомную которая она привела я ее не знаю и мне в принципе похуй вообще очень забавно что человек который преподает общество знаний а я уже напоминаю общество знания по сути это философия плюс общество знания плюс в общем то еще философия плюс юриспруденция плюс социология то есть совершенно не понимать философию совершенно не понимать я не знаю но юриспруденцию я не знаю может она понимает вот совершенно не понимать философия кажется забавно большая часть предмета общество знания это крайне тупо сформулированные до предела упрощенные материалы из философии ну вот например что такое позна вопрос да что такое познание кто задается вопросом о том что такое познание предметом какой науки является познание психология так психология же как-то познает да значит она сама себя что ли формулирует сама себя познание самоподобие вроде да там есть определенные вещи изучающие отдельные аспекты познания но далеко не все целостное определение познания психология выдвинуть не может общество общество социология нет биология нет физика нет математика нет логика да даже логика нет хотя логика тоже как раздел философии может рассматриваться но это уже другой вопрос так вот кто какая какая дисциплина что занимается вот познанием философия отдельный раздел философии который называется гносиология то что мы сейчас здесь видим это типа философия плохая конечно философия некачественная философия примитивная философия философия для детей причем для довольно тупых судя по всему детей но это философия это попытка затронуть философскую тему что такое познание какое определение у познания какие функции у познания как познание происходит вот А тот глаз из глаза луч бьет в предметы, отталкивается и воспринимает что-то, как она это объяснила. Это одна из гносеологических позиций, ну, например, буддизма. Вообще непонятно. Но они так говорили, и они типа, ну, тогда же у тебя вот это и вот то. Нет науки, нет обыденной жизни, нет религии. Все, что не относится к первым трем, это... А как же религиозная философия? Как же научная философия? А как же философия жизни? Там, я не знаю, хотя она не очень обыденная, но да ладно. Философское познание. Я часто говорю, что философское познание, это все паблики, цитатники, пацанские, в которых, например, не важно, что говорят. Крысы за спиной у кисы. Вот это философское познание. Чё, почему, как, зачем, почему, непонятно. Пиздец. Это полный пиздец, на мой взгляд. Это прям... Я почти не ставлю дизлайки, это вообще полный, блядь, пиздец. Я уверен, что этой хуйни не написано, по крайней мере, в учебнике. Учебники не настолько, блядь, тупые, дегенеративные. Я в принципе представляю, кто может писать учебник. Это советский долбоеб, который дрочит на диамат, вполне возможно, да? И у которого, ну, как дрочит? Чуть-чуть подрачивает на диамат, но не понимает даже филотеорию познания диаматской, да? И так далее, так далее, так далее. То есть можно себе представить такое автора, и он бы такую хуйню про философию бы не сказал. Волк сильнее льва и тигра, но в цирке он не выступает. Вот, это тоже философское познание. То есть это какой-то вывод, какая-то информация, у которой нет научных обоснований. О, блядь, ладно. Которая не получена в ходе обыденной жизни, и которая не имеет религиозного основания. Ребята, она тупая, в смысле разъеби, она сама себя разъебала. Вы же понимаете. Волк не тот, кто волк, а кто волк. Все, поняли? Поняли, блядь. Поняли, ребят. Запомнили? Вот это философское познание. Поняли, ребята? Поняли, блядь? Поняли? Поняли, блядь, поняли. Причем это человек с высшим образованием. Это человек, блядь, с высшим образованием. No. Человек, это не школьница. Это как бы человек, у которого была философия. Курс философии. Вы представляете, какой колоссальный уровень либо тупости, либо какой колоссальный уровень, не знаю, вуза. Блядь, еще и заявлять это при людях как бы. Прилюдно заявлять это, ну, блядь, стыдно. Наверное, должно быть. Ща, посмотрим, где она отучилась. Че за контора? А, экономика. Все, все понятно. У нее экономический факультет. Вообще все окей. Окей, окей, окей. Все вопросы закрыты, ребят. Все вопросы закрыты. То есть, на экономических факультетах вполне возможно, таких дебичей нормально могут выпустить. Тут как бы не исключено. Экономика не касается разделов познания мира. Экономика не касается вопросов философии, по большей части. Экономисту можно такую хуйню. Блядь, да, не хватает слова блядь в конце, действительно. Слушайте, я помню, я говорил такое высказание, что самые тупые люди во вселенной это журналисты и экономисты, да? То есть, именно ввиду того, что у них не до конца классическое образование. То есть, они, в принципе, могут закончить вуз, вообще не понимая основные... Да вроде смотрели. Или нет? Да хуй его знает? Нет, вроде. Вроде нет. Вроде нет. Восемнадцатый год, и хрен его знает, честно говоря. Хрен его знает. Можем пересмотреть, почему бы и нет. Еще раз, философская основа... Зачем, блядь, еще раз? Мы, блядь, поняли! Проходил материалист, было очень высоко. На теоретическом осмыслении окружающей действительности. Иногда да, иногда нет. Иногда это феноменология, иногда научная философия. То есть, ну вот, науку разработала некая философия. Шуе пишет, просто представьте еблана, который на ЕГЭ пишет, что философское познание – это пацанские цитаты. Да, представляю. Ну, это полный пиздец, ребят. То есть, как можно 100 бальников выпускать с такими лекциями, честно говоря, мне уже непонятно. Запишите себе вот эту формулировку. Теоретическое осмысление окружающей действительности. Ну, это тоже неправда, если мы, в общем-то, сфокусируемся. Философия не всегда даже про познание может… Не, не было видоса, мистер Гром. Так вот, философия может даже не базироваться на сугубо теоретическом. Я даже напомню, что есть отдельные философские течения, которые более конкретны, чем научное познание. Ну, например, феноменология. Она изучает более конкретные вещи, чем наука. Неожиданно, да, многие люди прям вот охуеют с этого. А, о, нет, как такое может быть? Ну, только тут проблема заключается в том, что наука, она как бы довольно многое обобщает. А есть такие разновидности философии, которым обобщение не свойственны. Когда вы просто на словах Лев Толстой. Когда вы можете через слова объяснить что-то, что недоказуемо, что не через религию, что не обыденно житейское. Всё, отлично. Шадов, а вот как бы ты для тупых и малолетних школьников объяснил слово философии? Не для того, чтобы до конца поняли, а для того, чтобы заинтересовались. Ну, во-первых, я бы вывел философское познание из вот этой всей вот череды. Я бы вообще, если бы я учебник писал, и этот учебник принят был бы в ЕГЭ, вот этой хуйни здесь бы не было. Религиозное познание, обыденное житейское, всё это хуйню я бы просто убрал нахуй, она не нужна. Она просто путает, и, например, обыденно житейское познание, оно просто противоречит тому определению познания, которое было дано. Философское познание по её словам уже противоречит. Что я пишу, я удивлюсь, если после этой лекции кто-то хотя бы на 40 баллов напишет. Есть такое. Философия, да, для детей. Как для детей объяснить, что такое философия? Ну, на самом деле, да, если так посмотреть, философия — это любая интеллектуальная деятельность в конечном итоге. Вообще любая интеллектуальная деятельность. По крайней мере, любая интеллектуальная деятельность восходит к философии. Когда мы пытаемся узнать, как что-то устроено или как правильно себя вести, это всегда философия в базисных своих основаниях. Потом из философии, например, появляется наука, как некая разновидность философии, как некий подход к исследованию мира, как определенный набор методологий, которые выросли в философии. То есть из философии не могла получиться нефилософия, условно. Философия — это большое общее такое понятие, которое обобщает все возможные средства познания, незнания, отношения к миру, отношения к жизни, отношения ко всему чему угодно, к феноменам, к явлениям и так далее, так далее, так далее. Для детей не очень понятно, но зато выглядит довольно неплохо. Я бы просто упрощал данные формулировки. Причем проблема в том, что она не знает даже, как научное познание работает. Она, блядь, ебаный экономист. Не соображаем. А вот у научного познания есть отдельные два уровня. Свои, которых никогда не было. Они называются теоретический и эмпирический. Блядь! Какая она пиздец тупая! Пиздец, блядь! Уф! Короче, смотрите, у нас есть чувственный уровень, у нас есть рациональный уровень, у нас есть теоретический уровень, у нас есть эмпирический уровень. Это четыре раздельных уровня. Запомните, мрази! Ай, блядь! Это кричит! Она решила в конце просто панч забить нам. Вот это я понимаю. Вот это было сильно только что. Вот это было просто мощно. Молодец! Просто молодец, подруга! Такая мощь! Я даже подумать не мог, что сейчас будет панч неожиданно. Они называются теоретический и эмпирический. Ещё раз. Как это работает? У нас есть просто познание. Просто познание. У этого познания есть разные виды. Какое, например? Религиозное, обыденно-житейское и философское. Правильно? А познание само по себе имеет два вида. Уровня чувственное и рациональное. Это его уровни. Уровни. Виды. Отлично. У познания есть вид научное познание, у которого есть два своих уровня. Два своих уровня. Это теоретический уровень и эмпирический уровень. Теоретический... Чё за уровни? Что, блядь, за уровни вообще? Что нахуй за уровни? Ну, уровни, уровни, уровни. Первый уровень, второй уровень, третий уровень. Капец как похож на рациональный. Я не знаю, почему он классификацию называет уровнями, но просто уровни, ну, типа, последовательность определёт, да. И потому что он при помощи головы. Эмпирический. Похож на чувственный. Потому что он при помощи органов чувств. Похож на чувственный, но не он. Если вы называете здесь чувственный и рациональный, на ЕГЭ это ошибка. Запомните, что как только вы услышали слово научный, это значит, что у него два уровня. Теоретический, эмпирический. Если вы услышали слово просто познание... Стоп, ты говорила, что их четыре только что. То у него два уровня. Чувственный и рациональный. Понятно? Окей. Я вам сейчас покажу табличку. Бля, слушайте, у меня есть подозрение, что там и в ЕГЭ ошибки у него с головой проблемы. Еще дополнительно. Тут как бы бонусом складываются два фактора. С одной стороны девочка глупая, с другой стороны и сам учебник такой себе. Видите? У познания есть разные виды, другие виды познания. А, ну вот она разделила, смотрите. Она просто разделила. Ну это не она, наверное, даже разделила. То есть в других видах познания есть чувственный уровень, есть рациональный уровень. При этом философия это просто цитаты Волка без чувственного уровня, но похуй. Типа, ну вы поняли, да? А вот научное познание там теоретический уровень, эмпирический философии, теории нет. И эмпиризма тоже нет. Нет эмпирической философии, эмпиризма нет. Ну вы поняли, короче, тоже окей. Поехали дальше. И у каждого из этих видов вот такие вот уровни. А у научного познания строго теоретический и строго эмпирический. Так ты только что сказала, что у научного познания еще два. Четыре. Кто это понял, плюсики в чат. Кто это понял, плюсики в чат. Я сейчас дойду... Это к вопросу о том, почему я ЕГЭ не буду сдавать больше никогда, да? Если для поступления куда-нибудь. Вообще, в принципе, ребятам, которые у нас здесь тусят, я, видимо, ну не знаю, не особо советую. Надеяться на ЕГЭ, если вы не зазубрили все эти ответы. Эмпирического, теоретического. Для меня пока важно, чтобы вы посмотрели вот это. У других чувственный и рациональный, у научного теоретический и эмпирический. Если вот прям разбираться... Шадов плюс они. Ну, я плюсую. Возможно, многие нюансы, которые она разбирает, действительно имеют место в обществознании. Потому что общество знаний, блядь, предмет кринжовый. И его составляли дегенераты конченые. Мне очень жаль, что он существует. Вглубь? То да, у него на самом деле четыре уровня. У него можно и чувственный, и рациональный, и эмпирический, и теоретический. Давайте попробуем. Но на ЕГЭ по обществознанию так нельзя. На ЕГЭ по обществознанию мы запоминаем, что у... Но на четыре уровня. У него можно и чувственный, и рациональный, и эмпирический, и теоретический выделить. Но на ЕГЭ по обществознанию так нельзя. На ЕГЭ по обществознанию мы запоминаем, что у научного познания строго два уровня. Теоретический, эмпирический, и все. Ну, даже вот это лучше, чем то, что ты говоришь, блядь, ки-четыре нахуй уровня, что, блядь, за хуйня. Типа Саян, Супер Саян, Супер Супер Саян, Мега Саян, да, и так далее. Так, мы возвращаемся вот сюда. Мы возвращаемся вот сюда. Давай, расскажи. Смотрите, теоретический уровень имеет методы. Методы — это способы, при помощи которых мы достигаем знания. Например, анализ. Я вам сейчас буду лайфхаки показывать, да? Теоретический уровень. Когда вы идёте сдавать... Рукава, блядь. О, сейчас пойдёт. Анализы сдаёте, например, кровь. Кровь. Да, блядь, это анализ действительно теоретического уровня. Ёбаная, блядь, пизда ебаная, нахуй. Именно, да, это, блядь, так и работает, да. У вас забирают кровь, и из этой крови выделяют эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и так далее. На теоретическом уровне. И так далее. Разные кровяные тельца, да? Вот это вот анализ. Ты будь, чё, блядь, про баночку с говном пошутила. Тупо насрал, блядь, в банку принёс. Вот это вот анализ. Насрал мочью говна и слил их вместе. А это синтез, блядь. Анализ это, ну, в общем-то, разделение чего-то по предмету. Короче, смотрите. Смотрите, всё довольно просто, да. Что понимается под словом анализ? Это, ну, не анализы. Анализы это разновидность. Анализа, так скажем, да. Анализировать, что значит? Значит, разделять. Разделять. Вот у нас есть библиотека. Большая библиотека. Куча книг у нас там. Ну, не очень куча книг, да. Какая-то группа книг у меня здесь есть. В общем, я могу взять и, так скажем, сделать анализ. Вот, да, вот беру одну книгу. Вот анализ произошёл, да. Беру, читаю книжку полностью. Разбираю по главам. Это тоже анализ неожиданно, да. Вот беру, вот здесь анализ, анализ. Есть разные формы анализа. И анализы, анализы из врачебной вот этой хуйни, это, ну, как бы, ну, отчасти, да, тоже разновидность. Мы берём отдельный участок, либо, не знаю, кожи, либо отдельный участок чего-то там, отдельный, кровь, отделяем от тела. И изучаем кровь тоже по-разному методами анализа. То есть методами разделения в данном случае. Вот так вот, понятнее и лучше, чем анализы, анализы, блядь. Когда из одного получается несколько. А, окей. Анализ. Это метод теоретического уровня познания, при котором... Во-во-во-во, нормально. Явление... Нормально, анализы, с анализов она жёстко зашла. Давай-давай-давай-давай. Делится на части, делится. Окей, ладно, хорошо, окей. Объясни, определение нормальное, с анализами, ну, пример был, ну, типа, ну, типа, короче, ну, типа. На части. Ещё раз. Не надо ещё раз, пример хуёвый, из него нихуя не понятно, забей просто. Анализы, кровь... Как она бесит, ещё раз. Берут, делят на разные части. Эритроциты, тромбоциты, лейкоциты и так далее. Делят, правильно? Вот это анализ. Одно явление делят на несколько частей. Ну, если это явление, значит, это не на теоретическом уровне идёт разбор. То есть, анализ может не только на теоретическом уровне в таком случае быть. То есть, переносишь материалы из эмпирического, так скажем, уровня на теоретический. Анализ в данном случае, как метод теоретического уровня, он не вполне относится вот к тому, что анализ на эмпирическом уровне может быть. Когда мы берём и разделяем, просто буквально, блядь, берём и разделяем какие-то предметы. То есть, вот, например, когда я разделяю что-то там на эритроциты, тромбоциты и так далее, то же самое, что я книжки буду перебирать. Но это не теоретический уровень в таком случае. Вот. Вот что важно в данном случае. Вот здесь, на теоретическом уровне, под анализом подразумевается именно, да, разделение. И в данном случае не только, не столько эмпирического явления, сколько, ну, в общем-то, разных контентов, материалов более собранного характера. Например, анализирую книгу. Я не знаю, анализировать явление, разбирать его на части, это будет тогда уже некий смешанный, что ли, уровень. Если мы на уровне теории анализируем, да, то есть, мы анализируем высказывания, анализируем материалы, анализируем, я не знаю, математические формулы. То есть, берём там, вот, 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 с математикой здесь, тук-тук-тук-тук. А. Вот такой агентичский детермист. Ну, тут просто полный пиздец. Да, она читает правильное определение и по нему полную шизу горит. Она пытается объяснить, как ей лучше понятно, но ей не понятно. Разбивает, чтобы узнать. Действительно, да, анализ, это когда мы разбиваем, чтобы узнать, это действительно, это правда, это абсолютная правда. Другой вопрос, что пример с анализами, он немножко не показывает, что такое анализ теоретического характера, вообще не показывает. Синтез есть в слове фотосинтез. И я... Окей, есть, действительно. Всегда себе представляла фотосинтез вот так вот. Фотосинтез это что-то из биологии. И в биологии вот так вот стоит цветочек, и у него листочки направлены к солнышку. И солнышко на него светит, и... Блядь, я надеюсь, люди, которые сдают биологию, не смотрят эту хуйню. Листочки, много лучиков соединяются в один листочек. Фотосинтез. Много лучиков соединяются в один листочек. И листочек поглощает лучики. Листочек поглощает лучики. Это синтез, это обратное явление. Это обратное явление. Когда из частей... Я хочу посмотреть, как она индукцию седукцией объяснит. Мне просто... Мне просто... Я завораживаю... Меня завораживает это уже. Мы немножко дольше посмотрим, но просто ввиду того, что эта девушка ну очень... Ну очень, ну очень, в общем-то крута. Части объединяются в одно целое. Давайте адекватный пример тебе. Давайте адекватный пример тебе. Давай с говном и мочой можешь смешать в банке, да? Давай, ну, похоже. Ну, в духе данного выпуска вполне. Если вы видите, что есть руки, ноги, голова, глаза, тело, то вы делаете вывод, это человек. То есть вы взяли части и поняли, что это человек. Анализ. Вам говорят, проанализируйте сочинение своего одноклассника. Подруга, ты сейчас анализ привела. Это метод работы, блядь, анализа. Руки, ноги, голова, это человек. Синтез, это присовокупление уже определенное. То есть, я не знаю, вот это человек, и мы ему еще, не знаю, к жопе хвост присобачим, а это уже суперсаян. Суперсаян, блядь, неожиданно. Я уже не человек, блядь, я суперсаян. Синтез, это метод как раз присовокупления разной информации. То есть, аналитическое, это разбор того, что уже целого существует на части, в попытке определить, что это, как оно работает и что там происходит. А синтез, это когда мы что-то новое прибавляем. Есть аналитическое знание ввиду этого, как у Канта. А есть синтетическое знание, когда прибавочное происходит. Ну, типа, да, если на людях делать вид, то человеческая многоножка. Это синтез вполне будет, потому что, ну, вроде бы в мире не существует человеческих многоножек, а мы так, опа, и у нас человеческая многоножка получилась. Да, если вот в такой метафоре производить, то синтез больше похож на человеческую многоножку. А то, что она сейчас произвела, это, ну, это анализ, короче, неожиданно. Она разделила человека на куски и получила информацию, что это человек. Бам, блядь! Кто бы мог подумать? Вы читаете и видите, здесь он раскрыл образ Петра Первого, здесь он раскрыл его внешнюю политику, здесь внутреннюю. Получается, вы одно разбили на части. Поняли? Получается, вы одно разбили на части. Так, отлично. А индукция и дедукция? Да, за эту хуйню люди платят. Это какая-то, блядь, бомжиха из экономического факультета наебывает людей просто. Ну, ну, ну вот вам, ребят, вот вам пример. Просто шедеврально, на мой взгляд, просто гениально. Каким методом познания пользовался Шерлок Холмс? Он всегда говорил, это дедукция, Ватсон. Дедукция. Блядь, Шерлок Холмс, только не давай не по Шерлоку Холмсу дедукцию, объясняйте, пожалуйста. Давай, давай нормально прием дедукцию. Дедукция. Ватсон. Какой нахуй Ватсон, блядь? Сука. Вспоминаем, что в сериале Шерлок современном нам показывают в первой серии, как Шерлок входит в комнату, где убили девушку. Этюд в багровых тонах у них называется розовых тонах. Блядь, не надо по Шерлоку, блядь, объяснять. Он путал дедукцию и индукцию, блядь. Он путал ее везде, во всех сериалах, во всех книгах. Он просто не знал разницы, блядь, автора, который писал. Кунун Дуэль не разбирался в индукции и дедукции. Он просто перепутал оба понятия. Близко приблизили ковер. Близко приблизили лужицу крови. Близко приблизили вот это. И смотрите, что происходит. Он от частного, то есть от конкретных единичных случаев, от частного, он идет, от частного, он идет, блядь, да наоборот, нахуй все. Что происходит? Что, блядь, происходит, нахуй? От частного к общему это, блядь, индукция. Ебать тебя в рот, дура. Пиздец, блядь. Делает убийца-дворник. Общее. Поняли? Еще раз. Ему показали вот это, вот это, вот это, вот это. Мне интересно узнать, что такое индукция теперь. Ахахахахахахахахаха. Ай, господи, блядь. Вместе соединил и говорит, убийца-дворник. Отлично. Охуенно, блядь, просто. Просто охуенно. А теперь запоминаем, что в романе Артура Конан Дойля Шерлок Холмс ошибка. И это метод познания называется индукция. А, смотрите, хитро, блядь, хитро. Видите, как разыграло, блядь, всех. Но я бы не удивился. Я бы не удивился, если бы она ошиблась. Ни хуя себе. Ни хуя себе, ребят, смотрите. Индукция от частного к общему. Дедукция обратно. Ну, я бы не удивился. Я бы не удивился, если бы она ошиблась. Дедукция обратно. Пиздец. Дедукция обратно. Если от общего к частному это дедукция, а от частного к общему это индукция. Кто это понял, плюсики в чат. А нахуя ты начала издалека? В общем, зачем она начала издалека через Шерлока Холмса? Просто бы объяснила от частного к общему, от общему к частному, и всё, короче. И забила бы, без Шерлока. Эмпирический уровень Ладно, все, я сдохну дальше